Я взяла специально, здесь написано даже для редких и для тонких волос, для создания lash hair, таких вот, чтобы пышные были. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела вам показать все свои места, которые я купила для волос уход и такие всякие штучки. Вот тоник взяла, пепельный оттенок. Размазала, во-первых, консистенция у него такая, я думала, что будет прям фиолетовая, а у меня он вот такой вот светлый. Размазала полосам, тут инструкция на 10 минут оставить, пользуюсь в перчатках, естественно, и эффект вот такой вот. Думала, кто меня видел в предыдущих видео, я только покрасилась, меня затонировали, у меня получились прям идеально пепельные волосы. Я сделала этим пепельный оттенок, у меня волосы получились вообще рыжие, просто рыжие и еще хуже. Поэтому мне он, не знаю, не понравился, не знаю в салоне, каким мне тоником делали, как их осветляли. Потому что у меня, получается, волосы, не скажу, что они прям такие рыжие-рыжие, но оттенок такой вот пепельный у меня ушел. То есть надо опять тонироваться. И вот такой вот тоник мне не понравился на моих волосах. Видимо, нужно осветляться еще более, чтобы получился вот такой вот прям пепельный цвет. Поэтому нет, не понравился мне. Потом взяла вот такой вот специально для блондинок, он еще есть для брюнеток, такой вот кондиционер. Этот кондиционер мне понравился. Во-первых, там веганский состав, мне он очень понравился. И он говорит, что осветляет тоже как бы волосы, они становятся такие блестящие. Я попробовала им, да, мне понравился блестящий, но непонятно. Я намазалась всеми средствами, то ли он осветлял вот этот вот, то ли осветляло вот такое вот масло. Ну, то есть дал такую структуру такую сияющую прям от Водсона фирмы, от самого этого магазина. Тоже он веганский состав, не содержит никаких вот этих прибамбасов, ничего там не содержит, ни силикона. И мне понравилось то, что тоже волосы сияли, и вот непонятно, то ли от кондиционера, то ли от него, потому что, как я уже сказала, намазалась всеми подряд. Сейчас я вам покажу. Вот на кожу я вам нанесу. Запах вообще очень классный, мне вот очень понравился. И оно прям, кожа вот, она прям сияет, знаете, как будто, ну, натурально. То есть нет никаких частиц таких, вот микрочастиц, знаете, вообще классно. И есть масла, которые дорогие, по 25 лир, по 30 лир, там, лореаль, там, еще какие-то там есть, ну, много всяких фирм. А я это взяла прям натуральный, натуральный состав, и стоит копейки. Пропробовать вот такой вот спрей. Волосы прям становятся прям вот а-ля там Пугачева, прям такие вот пышные. Он прикольный, вот этот вот мусс. Сейчас расскажу, для чего он. Потом дела попробовать на основе чумня пива. Вот прям здесь написано пиво, шампунь. Для лечения, для таких тоже пышных волос, потому что я открасилась, волосы стали, поредели немного, естественно, после окрашивания. Они были, в принципе, мне не пышные, не особо пышные. Вот дела попробовала, тоже непонятно, то ли они стали пышными, то ли от пенки, то ли от шампуня. Но они придали объем, правда, придали объем. Мне вот понравилось, тоже стоит копейки 100 рублей, 10 лир по скидке, а так он стоит 18 или 19 лир. Вот, мне вот очень понравился. Ну, естественно, понтин все знают, этот шампунь везде, вот три в одном, он классный, очень нравится по запаху, по структуре. И вот попробовать взяла, вообще взяла, думала, это, думала, кондиционер. Мне понравился по запаху, запах такой фруктовенький. Взяла, думала, пусть будет еще один кондиционер. Потом почитала и поняла, что это никакой это не кондиционер, это для кудрявых волос крем для укладки. И мне тоже он понравился, он прям, волосы очень хорошо расчесываются, можно его как тоже, как кондиционер, но его не нужно смывать. Вот, сейчас я вам расскажу как раз про все. Такой ополаскиватель от стилистов из Лондона. Для блондинистых волос есть еще для брюнеток. Стоит по скидке 25 лир, так он, по-моему, 45 стоит лир. И вот эти вот все, вот эти вот продукты, они веганские и для окрашенных и светлых волос. То есть он помогает добиться максимального эффекта, осветляет на несколько тонов и блестит волосы от него, и помогает сохранить как бы блеск. Еще содержит витамины, провитамин В5. Вот, еще содержит экстракт листьев, там, зеленых листьев чая. Поэтому я вот решила его попробовать, вот, и мне понравился, реально понравился. Хороший у него состав. Как и все эти средства, я беру в первый раз и взяла просто попробовать. Вот такой вот Элидор крем, а я думала, что это ополаскиватель, а это крем для укладки тоже, для волнистых волос. Содержит кальций, кератин, как бы такой крем, уход за укладкой, за волосами, помогает восстановить поврежденные волосы, а также сохраняет форму. Наносить его нужно на влажные волосы и не смывать, исключая, конечно, корни. Следующий шампунь, который взяла попробовать, фирмы ВОЦЕН, с экстрактом чечменя, даже написано от Би, пиво. Шампунь для придания объема, лечебный, для пышных, чтобы придать, сделать такие пышные волосы. Стоит 10 лир по скидке для тонких и редких волос. Есть такой еще и воск, кстати, есть еще и ополаскиватель такой, но я попробовала, решила попробовать просто взять пока только шампунь. В принципе, хороший результат, мне понравился, объем он дает хороший. Следующий шампунь, который часто очень беру, понтин, 3 в 1, очень приятный такой, мне очень нравится. Ну, все его знают, в принципе, его описывать не надо. Вот такой вот уход у меня получился. Следующее, что я взяла, это вот здесь вот вместе продавалась такая вот по скидке промоушен дезодорант вместе с... муссом тоже для укладки для волос, с пантенолом и витамином В3 для идеального мокрого образа и не содержит силикона. И у него крепкий охват. А еще взяла вот такой вот дезодорант, точнее было вместе в упаковке, помогает он выровнять тон кожи подмышек. Так как в нем содержится молочный какой-то экстракт, что и поддерживает это. Далее вот такое вот масло оливковое для волос специально. Тоже 100% веганский продукт. И для восстановления кончиков, для секущихся кончиков, что закрывает их. И чтобы волосы становились такие тоже блестящие, красивые, сияющие. Реально тоже понравились они мне. Без... Нету парабенов там, красителей и на натуральных экстрактах. И состав у него тоже был хороший, поэтому я его взяла. Ну и в дополнение покажу просто пасту Сигнал, которую я взяла. Была по скидке она за 5 лир. А так она стоит 10-15 лир. Еще взяла вот такие вот восковые полосочки. Я всегда делаю специально, разрезаю на маленькие, тоненькие полосочки, чтобы не выщипывать брови. И вот такую взяла маску тоже попробовать. Попробовала тоже прикольно, понравилось. Ну вообще маски они все прикольные, хорошие тоже. С чем только их нету, каких только нету масок. Детская зубная паста, детские шампуньки тоже. И, естественно, мужу тоже все остальное. В общем, спасибо. Всем спасибо, кто меня смотрел. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok